Хочу вам показать, смотрите, какие голуби здесь летают, красивые, правда? Это соседи перевозят на этих прицепах кукурузу, зерно, и голуби пришли, красивые голуби. Так, Димка пошел, так, идемте. Не знаю, здороваться с вами или не здороваться, вы же понимаете, что это. Ну, все равно, поздороваться, а вдруг кто-то не видел. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня интересная тема, сегодня мы приготовим, если там будет внутри, щучью икру. Я вам сейчас покажу, смотрите. Саша купил вот такую большую рыбину. Щука, щука, она уже умерла. Ты можешь исполнять желание? Ну, хотя бы одно, не надо три. А щука отвечает, ты же не Емеля, если бы ты была Емелей, то я бы исполнила твое желание. Так, щучка небольшая, можно фаршировать такую щуку. Сколько весу, Саш, до трех килл? Я не знаю, можно спрашивать. Хорошо фаршировать. То есть, надо сейчас, Саша ее почистит, а я потом подумаю, что сделать. Может, такими колечками сделаем. О, Саша сейчас взвесит, потому что у него есть классный кантер. Ой, гадина, она еще живая. Так, ну, этого показывать мы не будем. Знаете, щука такая хищная, она отрывает все мормышки. Она, помни, Саня, ну, расскажи, как тебя укусила она за эту, за палец. А, не, не тебя, отца, да? У батя было кольцо обручальное на руке, и рыбачили. И как схватило, так еле оторвали. Там зубы, сейчас Саша покажет, там зубы, мама, не горюй какие. Вон она слюнтявая. Сейчас Саша взвесит. Саша прямо не переодевает, сейчас не тишую снимет, а я уже там буду заниматься дальше. Так, 2 килограмма, наверное. Ух ты! 2,850. Вот видите? 2,890. 2, короче, около 3 килограмм. Шикарно. Вот эта вот щучка для фарширования целиком шикарно. Сикрой, да? Ну, вот, значит, икру сделаем. Я ее, наверное, зафарширую такими колечками. Так, все, давай ее в миску, будем ее чистить сейчас. Ух, щучка. Так, где наша чистилка вот такая, знаешь, сейчас пойду, что-то я ее не видела. Такими зубчиками, знаешь, так хорошая. Сейчас пойду поищу. Где-то тут на полке должна быть у нас эта. Ага, должна, да что-то нет. Я ее что-то давно не видела. А может она вот здесь. Тут у меня без 100 грамм ничего не найдешь. Вот она, по-моему. Сейчас, сейчас. Вот, смотрите. Вот это, а? Вот это вот, смотрите, видите, какая? Чистилка, рыбка нарисована. Тоже это такое старье. Я не знаю. 50 копеек стоило, он цена есть. Вот этой штучкой очень хорошо чистить. Щука чистится тяжело. У нее чешуя, вот для меня лично, щука, хуже всех из рыб, тяжелее всего чистится щука. Не знаю почему. Саша, на тебе, пожалуйста, твою чистилку. Сейчас Саша ее очистит, снимет чешую, а дальше я с ней буду работать. Саша чистит чешую. Я решила немножко на кухню убраться, помою пол. Потому что, ну, много грязи несется за ногами. Там попротирала немножко. То есть, чуть-чуть уберусь. Ну, вот у меня такая хорошая, смотрите, тряпка. Мою полы я здесь в основном без швабры. Но сегодня помою швабр. Ну, чтобы в доме протирала. Так что сейчас быстренько тут наведу марафетик и начну заниматься щукой. Ну что, здесь все. Шик, блеск, красота. Все быстренько сделала. Саша почистила щуку. Она уже уснула. Тяжело, конечно, щуку чистить. Поэтому я с Сашей все это перья... Видите, она такая слезнявая все равно. Только не мой. Она слезнявая и слезнявая. Так, ну, сейчас я буду ею заниматься. Нигде ее кишки пока не вынимали внутренности. Потому что если фаршировать колечками, надо, чтобы целое было. Так, сейчас мы начнем вытаскивать с нее икру. Попытаемся вытащить икру. Конечно, так, живот разрезал и вытаскиваешь. Ну, или же разрезать потом. Короче, я сейчас подумаю, что делать. Заслала, потому что клеенку выкинула. Вот так. Сейчас мы ее вытащим. Ох, и слюнтявая, зараза. Слюнтявая страшная. Так, дорогуша. Дорогуша. Так, это нам не надо идти. Перья слюнтявые, плавники. Красивая, конечно. Особенно в воде она красиво себя ведет. Стоит такая, как будто бы, знаешь, дулочкой прикинулась и стоит смотрит. Так. Сейчас я посмотрю, что у нас тут внутри. Вот видите, вот здесь делают это вот у нее попа. Так, сейчас немножко натикну. Так, без проблем. Разрезаешь живот, да и все. Так надо немножко помучиться. Так, теперь я сейчас вытащу ее из жабры. Ай, такие они, зараза. У нее жабры колючие. И рот колючий, и жабры колючие. Так. Теперь подрезаем вот здесь. Конечно, это нужно делать в перчатках, потому что у меня такие руки уже шаршалые. О, Мартыш, а привет! Да ты как датчик прямо рыбного запаха. Да, сейчас. Ты щуки еще в этом году не ел, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, Мартыша. Видите, ничего сложного нет. Просто я застелила целлофаном, потому что некрасивый стол показывает. Сейчас. Вот печенка вылезла. Видите, какая печенка красивая. Сейчас, сейчас, Мартынчик. Сейчас, сейчас. Все прямо само выделяется. Так печень. Тебе жабры, да? Ты кишки не ешь. На, жаброчки. На, на, кушай. Так, это все выбрасывается. Видите, все легко вынимается. И теперь самое главное, чтобы была икра. Есть икра у меня, так ты думаешь. Видите, видите, как я руку сюда засунула. Есть икра, но не очень. Вот, смотри, ничего, что она рвется. Я ее все равно буду раздеть. Та ешь, кто тебя трогает. Видите, просто для того, чтобы щуку сохранить целиком. Это дело. Так разрезаете и без проблем. Малая икра, да? Залезла. Ну так щука небольшая. Так, залезла аж по самые... Не могу. Так, Санечка, ну закати мне рукав, пожалуйста. Аж до плеча. Не, не, ой, так. Так. Все. Вот здесь чуть-чуть еще. Но потом уже когда... Возьми ложечку. Нет, нет, да я все вытащила. Я все вытащила до рамутки, конечно. Все. Нет, тут немного, но нормально. Так, что теперь? Теперь, видите, какой у меня прямо чулком она осталась, щучка. Сейчас я ей отрежу голову. Когда мы уже эту заперем... Голову отрезаю, это для ухи будет. Я целиком не буду ее фаршировать. Так, здесь плавнички вот так ровненько подрезаем. С этого хорошего уха будет или же хороший рыбный бульон, на основе которого можно сделать... Так, вот видите, голова все чистая. Жабры я удалила. Это все помоется. Так, теперь кружки такие. И здесь внутри в щуке вот такой вот есть вот этот белый, как и в судаке. Тяжело, конечно, он отделяется, но я его, вот смотрите, я его все равно вырву. Брехня. Вот видите, эта белая штучка. Мартыш, а ты любишь это? Она... Там костей нету. Так, все чистенько. Теперь, смотрите, если я буду фаршировать кольцами, значит, да, я сейчас и нарежу ее кольцами где-то вот такой... Так, раз. Все думают, что фаршировать можно только чулком. Это неправда. Так, хорошо везде попало, здесь плохо попало. Ничего. Так, и теперь... Разрезаю, видите, оно книжечкой открывается. Я вам сейчас все покажу, как должно выглядеть. Здесь аккуратно, потому что оно может сикать. Вот такие вот кружочки у вас должны получиться, видите? Вот такие кружочки. Реберную часть мы трогать не будем. Это мяско вытащим. Сделаем фарш и потом нафаршируем. Это не значит, что сегодня сюда можно и щуку, и белую рыбу, например, тарань. Но такие вот заготовочки помыть хорошенечко, обсушить и можно положить в холодильник. Вот такие заготовки. То есть я сейчас это все делаю. Вы поняли, да? Мы пока мы даже можем с вами отключиться. Отдохните от этой щуки. Что, продолжим здесь? Потому что там так солнце светит, что ничего не видно. Так, сегодня я хочу сделать икру. Как обычно, я варю рапу. Рапа это, вы знаете, что вода и соли такое количество, что бросаете сырое яйцо, и оно плавает наверху. Но, помните, я вам рассказывала Закарейку, что я расспрашивала, как то сделать, как все. И она мне рассказала, как делать икру по-новому. Вот сейчас этим методом я буду делать. Вот икра. Она еще, видите, там где-то в мешочках есть. Сейчас я должна солью взять, засыпать солью хорошо, вот так вот, не бойтесь. И ручками вот так вот перетираем. Одну руку не пачкайте в соль. Где-то 2 столовые ложки я уже насыпала. И вот так хорошенечко перетираем солью. Вот тянется. Жилка эта сюда прилипла, видите, вот это. Мы потом все это удалим, вот эти все примеси. Их не должно быть. Икра должна быть красавицей. Так, и вот сейчас вот мы просто вот так вот, видите, тянутся эти шкурки, оно все это уйдет, потому что мы будем через сито тогда еще проводить эту икру. Но старайтесь, чтобы в мешочках ничего не осталось. Ничего. То есть мешочки вот эти все раздавливайте рукой. тщательно. Соли можете не бояться. Личную соль экране возьмет. Вот видите. Ну вот вы сейчас можете, уже у меня рука вся, уже соль больше давлять не буду. Вот это все можно очистить. Та плева, которая попадает под руки, можно ее убирать. С нее там 2 икринки, это не страшно. Вот видите. Вот эти все вот сукровицы, которые есть, все это повынимаем. Икра будет как чистое золото. Вообще оставляют в таком виде на 2 часа. Для икры этого достаточно. Но я оставлю до вечера. Часов на 6 пусть постоит. Как обычно я даже могу на всю ночь оставлять. Но вы видели, что щука свежайшая. Все нормально, нигде она не лежала. Ничего там не подпорченное. Так, вот смотрите. Все, у меня однородная масса. Никаких мешочков уже нету. Есть только пленочки, но мешочков нету. Все. И вот в таком виде, в таком виде, икру отставляем часиков на 6. Пусть она постоит. Не бойтесь, что она будет соленая. Ну да, сейчас попробую, что очень соленая. Но это же икра. Она мне рассказывала, что они жили в Хабаровске долгое время. И там так точно готовят и красную икру. Я просто сейчас у меня мысль. Виталик у меня есть на Фейсбуке знакомый. Так он говорит, что какая-то я фото выставляла с икры того года. Он говорит, боже, в этом сети у вас иномарка. Оказывается, что щучью икру, почему она такая дорогая, и ее тяжело купить на рынке. Ее красят черным цветом. Хорошо, если это каракатица чернила. Это, я думаю, просто краситель черный. И эта икра по мгновению черной краски превращается правильно в черную икру. Поэтому, когда вас угощают черной икрой, если кто-то не знает ее вкус, это я помню, как опять-таки софтбэс скажут мне, когда с моской... Ну да, господи, что тут вещи своими именами называть? Я работала в Меховом ателье в Днепропетровске, и с Москвы возили все дефициты. И вот привозили икру, такая банка синяя, и резинка такой перевязанная. Ох, и вкусная же эта икра была. А потом начали возить развесную, она уже хуже качества. Ну, были такие времена, поели мы икры, но я вам скажу, что все равно мне красная икра нравится больше. Так, все, вот в таком виде оставляем. Пусть икра стоит часиков шесть. Если вы спешите, двух часов будет достаточно. Ну, мои дорогие, вот что у нас получилось. Прошло шесть часов. Так, я беру сито. Вот такое сито. Смотрите, что... Видите, какая она стала у нас? Тоже она у нас плавала, да? А теперь смотрите, какая однородная стала. Уже так даже вкусная. Так, теперь нужно взять емкость, куда буду сливать кастрюльку. Вот эту, потому что у меня подборщик, вот это вот, умениваю, не страшно. Так, смотрите, у меня тут такая почти кипяченая вода, чтобы не сварилась, быстренько вот так вот перемешиваем. Не бойтесь, не сварится. Это я вам показываю икру новым методом. А так я, как обычно, вот она у меня в рапе простояла, потом я ее на сито сливаю и просто кипяченой водой, там тепленькой, все это смываю. Так, высыпаю на сито. Так, это сейчас мы сполоснем. Сейчас будем выбирать эти все сукровички, все. Вот так вот сейчас дело. Представляете, сколько здесь икры. Видите, такая сопливая вода течет. Не бойтесь, что оно горячее. Видите, как пенится. Сейчас промываем лишнюю всю соль. Ой, ай, налила. То есть не так, что кипятком залили и пусть оно там стоит, варится. Нет. Вот я сейчас залив, проливаю кипятком, но у меня, я вот рукой, потому что сама масса холодная, я рукой. Это что такое льется, ну, чайник какой-то. Намасла Марта, может, чайник подарить. Да, Саша? Ну, что-то чайник пережитки прошлого. Сейчас в баночку поставлю. Пусть простерилизуется пол-литровая. Только в холодную, не в горячую будем закладывать. Если вы нальете кипятком, у вас икра станет сразу как пластмассовая. То есть, если вы нальете и оставите. А так не страшно. Вот вымывается вся соль, вымывается все, что там у нас было. Видите, как пенится. Немножко горячевато рука, но не страшно. Потом. Течет, видите. Не переживайте, она не сварится. Вот это вот все эти вот прожилочки мы выбираем. Они нам не нужны. Икра должна быть чистенькой. Все эти сукровицы-то, Господи, не возьмешь. И потом носите, пусть она у вас стекает. Вы же понимаете, что икра щучья, это так, как и красная икра, она должна быть соленая. Это не сладкое, что видите, как стягивается, как сопливое такое вытекает. Это хорошо. Поэтому всю соль смывать не надо. По мере. Можете даже чайничек нагреть уже такой кипяченой, что уже холодная вода будет. Ну как холодная, комнатная. Чтобы хорошенечко все промыло. Значит, вы должны запомнить, что первый этап это вы проливаете кипятком, но сразу помешиваете. Вы умрете ложкой лопаткой, это я просто рукой мне не печет. Если вы делаете, заливаете рапой, как я вначале говорила, соленая-соленая вода, тогда просто-напросто после рапы высыпаете на сито, все ссаживаете, чтобы было чистенько. И можете точно так же промыть кипяченой водой комнатной температуры. Вот так постепенно, никуда не спеша. Никто за вами не гонится. Да, чуть-чуть горячевато, но вы лопаткой можете. Поначалу вообще было холодной, потому что икра холодная. Сейчас она прогрелась. И все. Теперь пусть, видите, тянется. Она видно? Вон, видите, капает такое, сопливенькое. Это не страшно. Так. уже достаточно мыть. Просто-напросто сейчас буду вот так вот перемешивать, чтобы вся жидкость ушла. Ну и где попадаются вот эти сукровицы, выбираем их. Можно достичь, конечно, что будет это, но это нужно промывать. Так что сейчас дожди, чтобы так вода сошла, потом еще раз прольем. Смотрите, видите, уже у нас не капает жидкость. Хорошенечко все стекло. Ну да, икры немного. Вот видите, вот эта вот белая такая пленочка. Но это не страшно. Вы можете все это выбирать, но это не страшно. Конечно, если бы был краситель черный, Сашу спросила, она говорит, нету красителя, то можно было бы покрасить и получилось бы у нас. Ничего страшного, черная икра. Сейчас Саша намажет. А, бутерброд такой некрасивый. Ну, как же можно в камере такой... Ну, ты же красивый намажет, чтобы показать людям, какой бутерброд красивый. Ну, все, уже масло намажет. Может, с батона? Да все. Все уже. Потому что масло очень твердое. Ну, ничего. Так, баночка простерилизовала сейчас. Тут, честно говоря, держи, Саша. Ложкой сейчас накладываю. Ого, слишком много. Нормально. Смотрите, какой бутерброд получается. Сашуня, ну, давай, пробуй и скажешь. Я не снимаю, Сашуня. Давай. Ничего нету. Вы можете добавлять растительное масло в банки. Лук. Вкусно. Трохом пахнет, да, Саша? Трохом. Трошки. Да, это действительно вкусно. Вся загвоздка, конечно, самой щуки, что где взять щуку с икрой. На рынке продают, но выцеживают икру. То есть, единственное, это самому ходить на рыбалку. Это, конечно, шутка, но... Так, банка... Вот банку я простерилизовала. Пусть она немножечко остынет. Возьму капроновую крышечку, обычную потом накрою. Чтобы не было конденсата. Только, так как она тёплая, я поняла, что икру. Ну, она тёплая, да, потому что ты комиссировала. Ничего, она сейчас остынет. Если успеет остыть. Я сейчас перекладываю икру в банку, и всё. И в холодильник. Всё, спасибо. Пожалуйста. Мало, да? Приходите ещё. Ну, ничего, наступит ночь. Наступит ночь. А кто вчера ананасы скушал? Папа. Папа сказал, что не кушал. Стою утром, валяется банка с ананасом. А у нас ключ вот этот вот такой. Он очень плохой, конечно. Вот этот ключ. Им невозможно открыть. Колупала, колупала, расколупала. Открыла. А Саша говорит, может, соседи, может, кто-то через забор. Да, конечно, соседи через забор. Так, всё, сейчас я складываю всё в баночку. Что, пересыпаю я икру в баночку. Конечно, банка очень большая. Икры немного. Но всё равно. Я думаю, не хочется рисы доставать, но граммов 300 точно получилось. Вот и посчитайте. Так, сито помоется. Очень вкусно. Мокренькая. Вот смотрите, как она выглядит в банке. Красавица. Что вы... Я сейчас более детально расскажу. Значит, вы можете... Можете добавить сюда в банку мелко-мелко нарезанный лучок. Так, что тут шкварчит у нас. Мелко-мелко нарезанный лучок и добавить чуть-чуть растительного масла. Но это на любителя. Я ничего не добавляю. Вот в таком виде она у меня остаётся. Накрываю крышкой и ставлю в холодильник. Поверьте, что такая икра долго хранится у вас не будет, потому что вы её сразу съедите. Если же вы хотите немножко, чтобы она у вас сохранилась, тогда просто-напросто нужно её в пакет и в морозилку. Но беда в чём? В том, что в морозилку ложить нечего будет. Это такой деликатес, который уходит моментально. Но, честно, ещё до запрета целый месяц. Если попадётся ещё одна щучка, мы ещё сделаем. Не для того, чтобы банку наполнит. Эту мы съедим. Завтра её уже, поверьте, не будет. Потому что, когда наступает 22 часа, на эту кухню просто как призраки. Саша в квадрате. А в днём чаю пить. Я говорю, не хочу. Уже 22. Нельзя вообще ходить на кухню. Но у моих сашулей в квадрате начинается жор. Поэтому, когда будет ещё такая икра, я вам покажу, как я делаю по другому способу. Но этот способ тоже очень хороший. Спасибо большое женщине, которая поделилась с ним. И я сделаю, всё-таки, может, найду краску чёрную. Вот хочется всё-таки посмотреть, что получится. Вот такой, знаете, фальсификат сделать чёрной икры. Просто ради интереса. Ради интереса. Так, всё, мои дорогие. Репортаж коротенький. Я думаю, что я вас радую тем, что коротко начало изъясняться, что быстро... Мне надо много чего показывать. Всё, мои дорогие. Всё закончено. Всё мы сделали. Мы молодцы. Ну, а завтра... Завтра. Сегодня, ребята, вроде бы выходные. Завтра, вроде бы, я попаду на рыбалку. На рыбалку. Слава Богу. Я уже так устала. Я не устала. Я соскучила. О! А на часах, между прочим, без пяти час. То есть полчаса часы наши шли. Ну, ничего. Видите ли как. Так, всё, мои дорогие. Люблю вас. Смотрите мои видео. Не ссорьтесь между собой. Потому что там вот бывает, читаешь комментарии и начинают. Один кто-то. Мне говорите, ааа, не обращайте внимания. А сами. Такие. Оно не хочет, но обращаешь внимание на вот эти комментарии. Заблокировать комментарии не хочется, потому что нормальные люди комментируют всё происходящее. Всё. Спасибо вам большое. Люблю вас. Пока, мои дорогуши. Пока. Пока.